Приветствую вас, друзья мои телезрители! С вами снова Бородач, а значит вы смотрите телеканал Быстро и Вкусно, где я рассказываю и показываю простые рецепты вкусных блюд. И сегодня я готовлю вкуснейшую закуску рагу из баклажанов. Мне понадобятся, собственно, баклажанчики, помидоры, перчик и чеснок. Больше ничего не нужно. Четыре простейших компонента, которых нам вполне хватит. Итак, поехали! Вот, друзья, все на ваших экранах. Я прошу прощения, но я понятия не имею, сколько брать в килограммах, в граммах я обычно беру по кучкам. Кучку баклажанов, кучку перца, кучку помидор и одну головку чеснока. Если вдруг вы возьмете чего-то меньше или больше, особо страшного ничего не будет. Пропорции здесь берется чисто на глаз, чисто на ваш собственный вкус. Я для себя вывел такую формулу, что по весу я беру одинаковое количество баклажанов и помидор, ну, как вы понимаете, примерно. Но перца я люблю побольше, поэтому вот на такое количество баклажанов, такое количество перцев. Пять штук я взял. Если вы не сильно перец любите, возьмите его поменьше. Если вы любите его сильно, как я, возьмите побольше. Здесь все просто. Теперь это все нужно нарезать. Начнем с баклажанов. Баклажанчики у меня старые, поэтому я с них счищу, пожалуй, кожуру. Если они молоденькие будут хорошие, кожуру я не счищаю. Таких вот уже устаревших я предпочитаю счистить, потому что кожура будет жесткая. Ну, потом нарежем их просто кубиками. Потом их вот так, 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 и вот так, шмяк-шмяк-шмяк. Получаются вот такие вот кубики. Довольно крупные. Но здесь мельчить абсолютно не нужно. Вот такие вот кубики как раз на зубах будут отлично чувствоваться. Мельче не надо, можно даже покрупнее. Вот так вот отправляем это все в сковородку. Нарежем все баклажаны, потом нарежем перец и помидоры, и будем жарить. Если, друзья, насчет баклажанов, я думаю, вы поняли, насчет срезания кожуры, то с помидорами здесь есть такой же момент. Тоже кожуру с помидором можно срезать. Когда данное блюдо готовит моя любимая, а не я, то она кожуру обычно срезает. Я кожуру оставляю, потому что мне лень с ней возиться. Конечно, на зубах она неприятно скрипит. Немного, так скажем, неприятно скрипит. Но лень побеждает. А вы уж решайте сами, возиться вам с ней или нет. В общем, помидоры режем вот такими же кубиками. Сильно мельчить не надо, они все равно на сковородке растворятся. Вот так вот, незамысловато порезали, журу не срезаем. Теперь перчик. Берем перчик, сначала его очищаем от семечек, а потом либо на кубики, либо на тонкие полоски нарежем. По мне, так эстетичнее полосками. Вот такие вот полосочки режем. В принципе, чем тоньше, тем лучше. Вот такие вот, ребята, по толщине должны быть полосочки. И напополам их. Вот такие полосочки в самый раз. И красиво, и эстетично, и практично. И вот в результате у меня получилась такая большая сковорода овощей нарезанных, но они упарятся, будет в результате намного меньше. Я их ставлю вот на такой средний огонь. Сюда добавляю немного масел. Дальше немного солей. Вот так. И перчик. Если вы любите какие-то персональные специи, добавляйте их. Я добавляю обычный перчик. Далее, значит, закрываем крышкой и постоянно помешивая будем тушить где-то 25 минут. Через 25 минут у нас получатся вкуснейшие баклажанчики. Ну и, конечно же, не забываем это все наше овощное великолепие. Перемешивать каждые 2-3 минутки. Перемешиваем. Очень вкусно пахнет чесноком. Я чеснок обожаю. Если честно, была бы моя воля, я бы еще побольше даже чеснока положил. Но у меня семья его не очень любит. Поэтому так. Вот. Перемешиваем. И тушим дальше. Прошло у меня, друзья, 10 минут. Я постоянно перемешиваю. И смотрите, сколько здесь воды. Видите, сколько жидкости выделилось из помидоров, из баклажанов. Это к вопросу о том, если у кого-то возникнет такой вопрос, нужно ли добавлять воду для тушения. Не нужно ничего добавлять. Воды здесь своей собственной полно. 20 минут у меня прошло. В принципе, наше рагу готово. Еще 5 минут ему жарится. Я ставлю на самый мелкий огонь. Открываю крышку и даю немножко воде повыпариваться. Чтобы это уж не откровенный суп у нас был. А все-таки рагу. Ну, еще про одну вещь я забыл. Как обычно, я про нее забываю. Это зеленушка. Обязательно нужно добавить сюда или укропа, или вот в моем случае петрушки. вот так вот перемешали и пусть еще 5 минут доходит. А через 5 минут будем пробовать. Ну, вот и все. Хорош жарить. Пора пробовать. Вот такое вот у меня блюдо получилось. Выглядит заманчиво. Надо попробовать как на вкус. Накладываем. Хватит, пожалуй. И будем дегустировать. Ну, что же, попробуем, что я здесь сегодня такого наготовил. Я люблю в данные блюда сметанки шмякнуть. Баклажаны отлично со сметанкой сочетаются. Я даже специальное такое блюдо готовлю. Баклажаны со сметаной. Если вам интересно, напишите в комментариях, я вам покажу обязательно. и данные блюда я тоже ем со сметанкой. Так, попробуем. Ммм. Ммм. Если вы не ели никогда баклажаны со сметаной, обязательно попробуйте. это неповторимо. Баклажаны, помидоры, сметана. Ммм. Они как из одной семьи. Они как созданы друг для друга. Очень вкусно. Естественно, за 20 минут все приготовилось. вкуснятина. Единственное, что я бы добавил для себя еще чесночка побольше. Но мои дети тогда есть не будут. Поэтому чесночка я добавляю вот столько, сколько вы видели. Одну небольшую головку. Но все равно очень вкусно. Очень легкое блюдо. Диетическое. Абсолютно не калорийное. как раз для спортсменов и фитнес-моделей. Мне, конечно, до фитнес-моделей далеко. Я с фитнес-моделями и рядом не стоял. Но я такие вот штуки люблю. Просто обожаю. Влажный, друзья. Я буду доедать. И не буду вам надоедать. А вы ставьте лайк, если вам понравилось. Пишите комментарии, что вы по этому поводу думаете. И подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Я с вами прощаюсь. Всем пока. субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.